МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить. Главные темы первого дня самой короткой рабочей недели. В память о хозяйке города в Рязани открыт памятник Надежде Николаевне Чумаковой. Фирма за 20 баксов. Сотрудники полиции продолжают суровый бой с контрафактом. Вот он, парк. Во время субботника жители Московского округа, отстоявшие парковую зону, сажали деревья вместе с главой администрации Рязани. А теперь обо всем подробнее. И снег, и ветер, и звезд, ночной полет. Пожалуй, только ночного звездопада не было во время второго этапа общегородского субботника, прошедшего, разумеется, в субботу. Вместо снега дождь, ветер, тоже пожалуйста. Зато был и народ, и начальство, вооруженное лопатами и саженцами. Наша съемочная группа отправилась на субботник в Московский округ Рязани, чтобы посмотреть, что происходит на территории так называемого Комсомольского парка. Напомним, здесь местные жители не раз выходили на пикеты, опасаясь возможной застройки парковой зоны. В субботу горожане получили начальственный ответ. Как говорится, и словом, и делом. На этих выходных жители Московского микрорайона вышли на посадку молодых деревьев в Комсомольском парке рядом с улицей Новаторов. Напомним, что около пяти лет назад данную зеленую зону перевели в зону под застройку. Однако, когда здесь появились первые строители, то люди собрали почти пять тысяч подписей против уничтожения Комсомольского парка. Жильцы окрестных домов добивались поддержки городских властей уже довольно долго. Народная инициатива, поддержанная представителями в Гордуме, была услышана. Более того, во время субботника горожане высаживали клены, акации и липы вместе с мэром города Виталием Артемовым. Здесь один был участок парка, переведенный из в свое время зеленых насаждений в жилую. Я четверг подписал документ, отдал городскую думу на возвращение его в зеленую зону. Высадка новых деревьев, по словам местных депутатов, это первый шаг по приведению парка в благоустроенный вид. В мае мы собираемся сделать ограждение парка, для того, чтобы автотранспортные средства, которые зимой протапливают дорогу, где хотят, соответственно, проезжают мимо парка. Мы вот этот вопрос закроем, и, соответственно, будет ограждение парка. Потом, к примеру, в конце мая, начале июня, мы планируем установить детский спортивный комплекс, который в данный момент в стадии изготовления. И, со слов глава администрации города, он нас заручил своей поддержкой, что, может быть, еще и получится в конце августа поставить с помощью администрации спортивный комплекс для подростков. Люди обратились к нам с проблемой сохранить этот парк. Глава города Виталий Евгеньевич Артемов поддержал эту идею. Поэтому, вы как сами видите, здесь идет насаждение, то есть сажаем деревья, кустарники, убираем мусор. В скором будущем будет здесь огорожен парк, поэтому все делается согласно заявок жителей. Кстати, одно время активизировались люди, которые обвиняли депутата Алексея Баталова в том, что он, как руководитель строительной компании, желает застроить территорию будущего парка. Глупо быть строителем, который застраивает парки. Парки – это легкие города Рязани, они, во-первых, не только жителям нужны, ну, скажем так, и биосфере, мы с вами все равно такие же легкие имеем, как и все люди. И нам дышать надо чем-то, не то что застроить и уехать на Луну. Подобные примеры положительного взаимодействия интересов власти и горожан не могут не радовать. Парк победил, и, возможно, через определенное время станет украшением московского микрорайона. Сегодня в Рязани открылся памятник Надежде Чумаковой, председателю Рязанского горсполкома, героической, надо сказать, женщине, сумевшей сделать для Рязани и горожан столько, что и нескольких жизней не хватит. При ней, кстати, столица области считалась одним из самых благоустроенных и зеленых городов российского центра. Вместе с горожанами, градоначальством и почетными рязанцами памятник открывала Оксана Тебенихина. Сотни рязанцев пришли к библиотеке имени Есенина, чтобы первыми увидеть памятник когда-то хозяйке нашего города Надежде Николаевне Чумаковой. Она обладала не только качественными руководителями, хорошим организатором, но она и была интересной собеседник. Она любила литературу, любила искусство, театр. Она очень была широко такой образованной человеком. Рязанцы очень многим обязаны Надежде Николаевне. С 1963 года в течение 23 лет она работала председателем исполнительного комитета Рязанского городского совета народных депутатов. За этот период под ее руководством была проведена огромная работа по развитию города. Также в самой библиотеке открылась фотовыставка, посвященная Надежде Николаевне. Надежда Чумакова доказала, что когда любишь свою работу и свой родной город, стремишься сделать его лучше, то можно все познать, всем овладеть, стать профессионалом и признанным руководителем. Вдвойне приятно осознавать, что женщина, стоящая у власти, способна сделать столько добра, дать такой мощный стимул развитию целого города и, в конце концов, но не менее важно, быть при советской власти, тем самым, как сейчас принято говорить, эффективным менеджером, которого днем с огнем не сыскать среди нынешних управленцев. Другие народные сигналы позвали в рейд вместе с полицией Олесио Харлину. Дело было в московском округе. Журналистко-полицейский отряд выдвинулся в так называемый магазин низких цен. Цены, конечно, это одно, а вот закон другое. Не всегда надо отметить это справедливо для родного отечества, но до сегодня не об этом. Далее репортаж на адидасовскую тему. Добрый день. Отдел полиции номер 4 по обслуживанию московского района. Инспектор на улице. Подобные рейды сотрудники полиции проводят регулярно. На этот раз информация поступила от местных жителей. Они отметили, что в магазине низких цен с говорящим названием «Стамбул» вряд ли может продаваться настоящий адидас, да еще и за 400-600 рублей. Адидас – это зарегистрированный товарный знак, реализация которого осуществляется только децентрированное разрешение фирмы правообладателя. У вас есть такие документы, подтверждающие? Ну, все у хозяина. Разрешающие на право торговли. Все у хозяина, да? В продаже действительно есть товар торговых марок «Адидас», «Найк» и «Рибок», весьма сомнительного низкого качества. Девочки, снимайте, снимайте реализацию. А тот товар, на который у вас отсутствует документ. Продавец Наталья нервничает, складывает товар, но хозяйку не сдает. На вопрос, чей телефон указан для соискателей, опускает глаза. Но полиция и так установит личность и отправит повестку или заказное письмо. Ответственность за данный вид нарушения возлагается на предпринимателей. Сумма штрафа от 10 до 20 тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара. Вещи конфискуют и отправляют на экспертизу в Москву. Если подтвердится, что продукция контрафактная, дело направят в суд. А при повторном нарушении закона, хозяйке магазина может грозить и уголовная ответственность. Сегодня стало известно об изменениях маршрутов городского общественного транспорта, проходящих через Окское шоссе. Паводковой водой залило дорогу и езда по данному участку временно затруднена. Работники Рязанской городской администрации сообщают, что теперь маршрутки и автобусы объезжают затопленные шоссе через улицы Грибоедова и Затинную. Также сегодня утром во дворе одного из жилых домов на этой самой улице Грибоедова произошел очередной провал асфальта. В результате пострадал микроавтобус, который задним колесом угодил в образовавшуюся яму. На место уже прибыли работники водоканала. Они объяснили, что причина произошедшего в размытии грунтовыми водами земляных пород под асфальтом. Сейчас дорожники заделывают этот участок дороги. Также в мэрии сообщили, что с 1 по 12 мая все ветераны войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. По решению администрации города Рязани с 1 по 12 мая ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлено право бесплатного проезда во всем общественном транспорте города Рязани. Как в автобусах, троллейбусах, так и в маршрутных такси. На днях в Рязанском госуниверситете прошел конкурс социальной рекламы. Инициаторами его стали рязанские дорожные полицейские. Само понятие социальной рекламы, возможно, не совсем точно отражает жанр, в котором работали студенты. Потому что слова рекламы и, скажем, безопасность детей на дорогах как-то далеки по привычному смысловому наполнению. Проекты были представлены в трех номинациях, как раз связанных с защитой детей, соблюдением правил движения, разумеется, пьянством за рулем. Эта русская болезнь уносит тысячи и тысячи жизней. И часто у человека не остается даже нескольких секунд, чтобы хотя бы побороться за себя, за свое будущее, за жизнь самых дорогих людей, что сидят рядом в салоне. Поэтому, наверное, первое место взял аудиоролик с предельно лаконичным смысловым рядом. Звук мотора разогнавшегося автомобиля, удар, тоскливые сигналы медицинского устройства, поддерживающего жизнь в реанимации, а затем горький протяжный звук безнадежности. Первое место среди видеоработ. Жюри после долгого и надо отметить бурного обсуждения решило отдать проекту «Сделай выбор». Тема не нова и вечно, как сама жизнь. Или наоборот. Выбор один – садиться за руль после рюмки или нет. Герой ролика выбрал правильное решение. В жизни часто бывает совсем не так. Вообще, работы порадовали искренностью, азартом, продуманным подходом к материалу. Теперь проект получит продолжение уже на общевузовском конкурсе. Так что удачи всем творческим идеям и их авторам. Но главное, чтобы все эти материалы доходили после публикации до тех людей, которые ежедневно садятся за руль. На сегодня все. Увидимся завтра в эфире телекомпания «Город». Хорошего всем вечера и до вторника. Редактор субтитров А.Семкин